Привет, бои и скауты, с вами Кьюбайт. Сегодня смотрим первого Венома. Я впервые его пересмотрел с 2018 года, тогда я его смотрел в кинотеатре. Да, конечно, когда видосы делал, я немножко там какие-то моменты помнил, но целиком фильм не пересматривал. Сегодня вместе с вами это сделаем в такой короткой реакции в обсуждении. Погнали. Фильм 10 из 10. Да, это Веном 3, кстати, реально. Это... Это же связь с фильмом Живое, который с Райном Рейнсом. Есть такие теории, это правда? Говорят, там что-то страшное будет. Ну так, там теории ходят сейчас. Я как вот этот с... Волку, то есть. Я думаю, Веном очень годный фильм будет. Мы хотя бы изъяли все образцы? Нет, пока только 3. Один организм из контейнера выбрался и пропал. Какой неясно. Интересно, в этом фильме будет Человек-паук? Тома Холланда. Это Джеймисон. Джеймисон! Ты мразь! Найс! Ну это одна вселенная. Все связано. А, это про молодого Джеймиса. Ого! Кажется, фильм будет с рейтингом R. 18+. О, показывает жестокость такое. Life Foundation. Что отсылка на комиксы? В комиксах Марвел в серии Веном Little Protector появляется организация Life Foundation. Что, если это связано? Он крутой. Я веду репортаж из Сан-Франциско. Будет интересно. Эдди Брок с репортажем из Офленда, где улицы наводнили масло. Дэли Бьюгл. Цель занимаюсь темой взяток в недвижимости. Одобряем или осуждаем? Кто там сказал, что нельзя? Там Харри еще такой худой здесь. Карлтон Дрейк Великий стратег. Хочет рассказать про ракеты. Про меня так же говорят. Великий стратег. Когда выпустил Агати и Пингвину. Видео я потом скрыл. Он был в Нью-Йорке, работал на Дэли Бьюгл. И там Человек-паук, Квинси. А сейчас он в Сан-Франциско. И тут просто Человек-муравей. Как бы его нет. Они слушают пластинку Майнкрафт. И вот это вот, типа, стрелочкой. Там пластинка Майнкрафта. Дорогая мисс Венкл. За летальные исходы. Испытуемый Сара Чемберс, Филипп Барклай, Роберт Макдональд. Точно. Кстати, здесь на Павла Дурва похоже. Я убегаю. Элли, ты за главную. Быстро дай пять. Вы открыли генотерапию. Так. Увеличившую срок жизни онкологических больных в два раза. Так. Ну, если точнее, в три раза. В том, что ваша империя Строится на трупах. Эдди. Вот это да. На остальных яйцах. Все, на выход. Пошел. Их убили ваших. Его тут показывают Эдди Брока, как, типа, ну, что он такой. Не сломался, но он что-то по-тупому поступил. Максимально легко слил свой козырь. Источник, где? Май-тайм тушан, хэллоу, источник. Ты уволен Эдди. Доверие исчерпано. Броч, ты уволен! Подставил Да ты же просто неисправимый, да иди! Его уволили, он еще не добился. А это твое упрямство! Ты меня использовал. Энни. Вот он реально тупой. Первый Веном, он еще как бы в каком-то своем жанре. Он довольно прикольный и можно посмеяться. Но мне, конечно, хотелось бы чуть другого фильма. Ну, когда я посмотрел еще на пресс-показе, мы с друзьями такие... Ну, понятно, вот так. Ну, тут Том Харди тащит весь фильм. Ну, кстати, да, саундтрек здесь неплохой. Ну, потому что Али Дук Йорансон. А в чем прикол было вселиться в бабушку, например? По идее, жить для Венома. Так, если подумать, то для Венома это... 18-летний организм должен быть самый... Тест 36. Биологическое взаимодействие двух различных организмов. Самый вкусненький. Хост, с помощью которого они могут выжить в среде с повышенным содержанием кислорода. Запущен процесс интеграции. Вот, сейчас и расскажут, что про это. Бабки-пенсия. Апгрейд, кстати, суперский. Апгрейд гораздо лучше Венома. Тут 100%. Вы же Эдди Брок? Я им был. Смотрел. Я единственное не понимаю, какой гений из Сони решил, что миссис Чен это классный персонаж для франшизы Веном, ну типа, который будет рекламировать всю франшизу. То есть она появлялась в качестве камео в Паутине Вселенных. Она во всех фильмах появлялась. Как они до этого вообще додумались? Это просто продавщица. Это вывеска неоновая отсылка на создателя симбиотического костюма. Фаната, который отправил в Марвел рисунок, а его украли. Марвел забрали все наработки, а его оставили без гроша. Стерпел. Первичное обследование испытуемого. Кстати, представляете, этот актер, вот этот испытуемый, это будет реально нау. Вот это будет кроссовер. Кстати, часть. Ну, конечно, здесь симбиот сделан даже хуже, чем в Челке-Пауке-3. Враг в отражении. Хотя фильм через 10 лет вышел. Именно жижа такая, например, компьютерная. Показатели в норме. В чем хуже, но сильно видно, что она компьютерная. А там как будто, не знаю, не так было заметно, что ли. Это температура 39, это так кости ломит. По ощущениям, вот примерно так. Тут симбиоты покрашены по цветам. То есть, Веном-то он как раз черный был. Вот этот синий, это не Веном. Вы были правы. Да мне пофиг. Ну, вей. А как будто работники не догадываются. Они пицы будут бумаги, которых не понимаю. Здорово. Здравствуй. Энни про тебя рассказывала. Правда? Да. Я твой поклонник. Спасибо. Да ладно. Да ладно. Я по тебе скучаю. Просто проходил мимо. Это Эдди Брок. Я передумал. Ну, досмотр такой хороший. Харди здесь так прикольно отыгрывает. Он так ходит. Кстати, Том Харди это гений просто этого фильма. Он со съемок, видео со съемок, он просто на синем экране там такой. Крутится. Хоррор начался. А. Не, ну вот это прикольно. В плане то, что это хоррор прям. Не, вот это еще тоже прикольно снято. На квадроберах этих своих едут. Ну, реально квадробер. Было. Было такое. Ну, еще, скажите, не было. Когда шмурашки идут уже. Это значит, уже все. Последняя стадия. О, киевсин. О, киевсин. О, киевсин. О, киевсин. Господи. Ну, вот это мощно было. Обболевал просто. Ну, злодей здесь не то, чтобы прям сильно плохой. Он такой, как корпорат плохой. Вот в конце будет битва двух жиж. Вот это мы ждем. Ну, вот это кринжатина мощнецкая. Это прям пик. Пик кринжа. Максимум кринж. Это знаете, это вот надо прочувствовать. Это где-то вот здесь. Прямо полегчало. Он их убивает. Кто кого убивает? Карл Тундрэйк. Прямо до мурашек каждый раз. Как это хорошо. Живой. Причина тряски. Прошу прощения. У вас. Он уже нас людей не считает. Дуров, ты че? Верни стену. Кстати, какой-то, не знаю, грим или что. Здесь вообще кайфовый. Ну, вот он реально выглядит болезненно. Вот такой прям бледный. Какой-то потный. Он здесь, кстати, на Шайлобаффу похож. Который типа. Just do it. Слышь, сосед, можешь чутка потише? Мне сейчас очень хреново. Не вопрос, чувак. Да, сейчас. Спасю. Веном! Опа. Привет, идите. Счастливее. Кто еще зачудило? Я за собственностью мистера Дрейка. Ооо, где Симбирот? Ну, вот-вот саунд здесь кайфовый. Но в апгрейде все равно круче. Я, кстати, забыл, что у бучера, что же, теперь Веном свой Симбирот. Какой красивый. Тебя ведь нет, я знаю. Ну, конечно, да, он не должен видеть в отражении Веном. Это какой-то просто прикол, типа, не знаю. Он ему в мозг транслирует. В комиксах же там тоже есть у него, что он может подгружать картиночки. Хороший, типа, как очки дополнены реальностью. О, боже, нет! Да, ты шо? Да, черт! Ну, не знаю, меня что-то не впечатляет эта погоня. Ну, тут некоторые прикольные моментики есть, а так она... А вот это ты прям офигенно замутил, признаю! Ах, больно! Не, ну и сейчас тоже кайфовая сцена будет. Глаза легкие, печенка. Так бы и сожрал до времени в обрез. Ну, вот это вообще прикольное. Ну, это такой самый, самый прям сочный кадр. Сцена. Он же откусил же ему голову, да? Так он этому говорит такой, ну, нет времени, пока. Потом такой, перекусил, побежал. Я знаю абсолютно все. Прям все? Про тебя уж точно. Как? Я у тебя в голове. Я в своей голове. Ты самая замечательная удачная. Где вы были, когда организм покинул тело доктора Скёрта? Вы просто-напросто дали ей умереть. Так нам наверх? Сказал бы сразу. А у вас тут не так уж и гадко. Даже жаль, что этому миру конец. А чё нахот? Открыть огонь! Световые! Кстати, а когда они стреляют вот этими фаерами? Ну, я не знаю, что это световыми. По идее, там же тоже есть искры, которые вредят. А почему он на тепловизоре выглядит, типа, как Веном? Ну, он не меняется вообще. Ну, он тоже хороший. Реально, я чё-то бросал, даже как-то не думал. Он здесь прям хороший. Вот это озвучка Ильини Исаева, где он? Я просто этим заболел! Он проник в меня! Я понимаю, как это звучит. Она такая, кто проник? В больницу! Мама. Я не поеду с тобой. Садись, я сказала. Назад. Классная баба. Запрыгивай. Звуки это его криптонит. Но не все. И огонь. Огонь. И огонь. Всё связано. Это во вселенной Джеймса Ганна, DC? Тут как? Я не понимаю. Это просто, это самый тупейший момент. Она пришла именно сюда. Почему-то. А вот и... Рождение злодея. У тебя сильная атрофия сердечной мышцы. Не слушай его, я всё уложу. Уладишь? Только свистни. Я понял. Он появится. Я умираю? Нет. Ты убиваешь его. Они не знают, о чём болтаются. У нас молодцы. Пригоди. Вали отсюда. Жижа. Как ты? Ну а как же мы? Куда же делать своё? Я обиделся. Балабол. До того, как появилась жаба и веном... ...рыба в этой части. Я задолбался носиться с этой тварью. Ладно бы на плечах, так нет, блин, у себя в саднице. Это не зоно тебя же. Может сказать ему, что так не у всех. И убиваем их в последний раз. Где мой симбиот? Да хрен его знает. Мой симбиот, где мой веном? Только сейчас начинаю видеть какие-то странные намёки. А почему другой симбиот говорит, где мой веном? Ты не знаешь. А у него... Они друзья, может быть? Тоже дружок в заднице. Папа-папа-папа-папа. Такой чисто мужской фильм. Да, я шучу. Понятно, что он про то, что это его как бы подчинённый, типа, к темой веном. Неудачником считали. То есть, что им за ним гонят? Ну, то есть, это один из миллионов. Ну и чё? А ты... Я не верю в карму. Веном удружил. У Себётов мотив захватить планету. Чтобы её заселить с собой. Вообще, как бы, по идее, они должны были сбежать, типа, с калентара, где их нал держат. Если не остановить врагу. Ребята, у кого-то есть дружок в заднице просто? Просто хочется быть тоже супергероем. Мне вот, конечно, Сони-гении. Такой мощи, как у него, ты ещё не видел. Слышь, не съезжай. Шансы на есть? Он как будто им восхищается. Я бы сказал, никаких. Так надо хитростью брать. Ну, а тебя? О, Моргенштерн. Охренеть, не встать! Сделали карнажа в первой части, по сути. Кстати, он говорит, а у него, типа, весь арсенал. Он же может что-то, что хочет сделать. Да, у них же коллективный разум, он должен... Все знают всё, типа, по идее. А этот реально лох, Веном лох. Его, видимо, с чатика выкинули просто. Сказали, всё, вышел. Но вот это легендарная битва. Почему они... Какой-то саити. Какие-то странные здесь отсылки. Они вместе слились воедино. Она такая, смогу любого замесить. Там уже они замесили всё, что надо. О-о-о. Разве у него симбиот не должен был? Ну, типа, зачем у него лезвие осталось? Она могла вытащиться. И... И всё. А! Спейс Икс! Так, подождите. Симбиоты не любят огонь. Симбиот сгорел. Но потом он останется с эти. Куда спрятался симбиот? Вопрос. Где он спрятался? В каком месте? Что огонь ему был не страшен. По поводу того, что злодин... Ну, вот этот Райд умеет делать всякие лезвия и всякие штуки, а Веном не умеет. Там человек писал, типа, что знание не равно возможность. А потом, как Карнаж будет уметь их делать? Хотя он... Да, думаю... Сын Венома. Не хочешь взяться? Но мне даже понравилось. Что? Да я про... Силу? Когда она в тебя... Проникает? Сам же знаешь. Что за разговор? Реально казалось, что это только во второй части вот эти намёки, а они в первой части были. Не вздумай бросать её. И тому передай. Обещаю. Что за хрыч? Хорошо. Привет, малыш. Смотри, какая... Это Стэн Ли. Легенда. С этого момента можно... Он не может в голове с ним общаться? Зачем? Трогать, ранить, косить. В общем, чуйку подключай. Постараюсь. Поучи чуть-чуть. Я отцел. Только давай сейчас перекусим, а то я уже на твою печень поглядываю. Припрёшься сюда ещё раз. Даже там. Глодаем ноги, а затем сорвём рожу с терепушки. Ты меня понял? Ты превратишься в безрукою, безногую, безглазую какашку, болтающуюся в канализации. Фантастика. В принципе, смотрится как и в первый раз. Первый фильм он ещё как-то вот такой эталон комедийного кринжа. Он прекрасен. Том Харди здесь замечательный. Но вторая часть, я не знаю, вторую часть мне интересно будет пересмотреть. Сейчас, там ещё сцена после фильтров же. Кстати, намёков я, клянусь, я когда первый раз смотрел, я вообще этого не помню. Чтобы, ну, типа, эти шутки я как бы помню, но что это так звучит, я не помню. И во второй части там же уже напрямую, ну, то есть между ними любовь. Чурьма Сан-Квентин. Морбилса. Мадам Паутину я вообще не смотрел, мы её тоже посмотрим. Послал нахрен, пригласим к себе журналиста. Вот это камео прикольное из... ВБР смотрели за единственную возможность. Побега, по-моему, шахтер. Welcome, Эдди. Есть ощущение, что все сначала ржали над этой прической, но сейчас она смотрится как будто лучше, чем так, что было во второй части. Я отсюда выберусь. Не сомневайся. И сразу строю бойню. Ну, тут, я не знаю, как надо было перевести, чтобы он сказал «карнаж». Ну, резнюна, кстати, надо было. Лучше резню сказать. Вот это было бы хотя бы люди, которые смотрели мульт 1994 года, может, что-нибудь просекли бы. Я, кстати, Веном. Чё, я маску зря доставал? Надо было надеть хотя бы. На этом всё. Спасибо, что досмотрели до самого конца. Видос, возможно, где-то был слегка замешканный. Не знаю, там мало фильма, потому что Sony накидывают жалобы. И довольно сложно выкладывать вот их фильмы в формате реакции. С Disney вообще практически никогда проблем нет. Ну, от Disney. Поддерживайте лайком, если такой формат реакции вам нравится. Дизлайком, если не нравится. Пишите, что вы думаете по поводу фильма. Какие у вас впечатления от первого Венома. Ну, зависит. Конечно, не от реакции. Может быть, вы тоже недавно пересматривали. Пишите, короче, в комментариях. Общайтесь. Ждите Венома 2. Ещё увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok